Всем доброе, привет, доброе утро, там машину упарковала, не накрашенная, сегодня страшно и накрашенная, в общем, глаза слезятся, нос течет, поэтому куда мне краситься, чтобы все это растеклось, ну ничего, нормально так, знаете, простуда такая, не сильная, ветрища вообще, ураган, я всю ночь, знаете, что лежала и думала, как бы мои, мои, ну вещи вчера же повесила, сушится, не улетели никуда, не знаю, даже не поднималась, может и улетели нафиг, а еще знаете, что у нас не так тепло, в принципе, как я думала, будет, все куртки я уже попрятала, кроме вот этой, и одеть нечего, у меня муж говорит, я тоже, говорит, так же, то одно одену, то другое, то тепло, то холодно, в общем, не поймешь, из-за этого ветра еще, и становится не так тепло, у меня, может быть, нос блестит, я его звездочкой намазала, вот тут, вот тут, вот тут, лечимся, как можем, ух ты, какие цветы повесили, как на голову кому-нибудь свалится, мало не покажется, в чале пошли, у нас вообще времени, мы сегодня впритык, сегодня много народ, трафик был, столько много этих, ехала машин, что я даже не поняла, в чем дело, в общем, на пять минут позже приехала, бабушка меня там сто процентов ждет, потому что она всегда приходит и меня ждет, на десять минут раньше, хотя сколько времени, не знаю, надо посмотреть, время, ну да, три минуты осталось, так что надо уже идти, собачка эта из магазина, вот этого они его выпускают, Чарли Мо не очень дружит с ним, точнее, совсем не дружит, смотрите, видите, стоит, ждет, Чарли Бамо? бабулечка. Ты что, замерз что ли, совсем что ли? Замерз, я тут лежу, понимаешь ли, совсем с соплями, у меня прям насморк вообще прям вылез, ну, кроме насморка, ничего нету, у меня тут, смотрите, стол какой вообще, одна кружка, две кружки, три кружки, это вода с лимоном, просто вдруг пить захочется, и это, короче, у меня только сейчас чай пила, тоже с имбирем, с лимоном, вишневый, а это даже не знаю, что это, это, по-моему, а я с утра кофе пила, мне еще не отнесла, потом у меня вот градусник лежит, у меня, знаете, покупала навороченный градусник, там специально вот, который вот, ну, типа, к голове приставляешь, и он тебе показывает, вообще он меня врал, здесь же в Испании запрещены градусники ртутные, ртут, ртуть, ну, вот, ртуть где была, да, наверное, не знаю, сколько лет назад запретили, и все понабрали вот такой, ой, вот, и мы сразу купили вот такой градусник, он самый обычный, но он самый правдивый, вот, ему уже несколько лет, я не знаю уже сколько лет, он, гляньте, уже даже треснутый, даже не видела, вот, ну, температуры у меня нету, а был навороченный, даже не знаю, где он есть, показывал, что там батарейки сели, поменяла батарейки на новые, ничего там, тоже, и батарейки поменяла, но также он и не показывал, в общем, фигня на постном масле, вот тебе и навороченный, там и в ухо он типа мерил температуру, но все это фигня, это там у меня парацетамол лежит, вот, я сейчас, сегодня вычитала, еще знаете, что ингаляции над, над этим, над картошкой подышать, звездочка, сейчас намажусь, так вот помажу, кстати, помажу, вот когда, нос вроде бы дышит, знаете, самое интересное, что дышит, все нормально, но вот как-то непонятные ощущения, ну простуда обычная, господи, ой, еще знаете, я сегодня чуть это, мои клиентки две сидели, такие общались, вот, одну я укладывала, вторая общалась, значит, там говорит, кто-то там знаменитый, ну как знаменитый, в их кругах, они знают его, этого мужчину, в общем, сидят, обсуждают, что, ой, я сейчас уложусь, и пойду вниз, там в этот, в танаторию, в танаторию, это у нас, ну что-то типа морга, что ли, не морг, даже, вот где прощаются с умершим, скажем так, и, ой, вторая, а кто же умер, да, вот такой-то, такой-то, да ты что, ну и там они, оказывается, его знают, ой, я тоже пойду, вот, ля-ля-ля-ля, а что же он умер, представляете, а я говорю, а что он умер, они говорят, от гриппа, я чуть убью, и этот фен у меня не упал, ей на голову, я говорю, как от гриппа, да, говорят, грипп А, вот, у него там, ну что-то он болел, болел, месяц, наверное, или два болела, вот так вот, я так это, я говорю, нормально, не, ну по мне-то не скажешь, что я болею, но они такие обсуждения вообще вели, вот вообще, послушала на свою голову, ой, знаете, что, пойду сейчас наверх, еще наверх не поднималось, белье снять, сегодня на улице тепло, все равно надо вот так стягнуться, на всякие пожарные, белье снять, и посмотреть с вами, что там у меня улетело, не улетело, давайте вместе посмотрим, хотя и чувствуется, что ветер и по сейчас есть, крыша иногда у нас постукивает, вот, ой, я сейчас апельсины, апельсины смотрю, у меня там половину уже сгнили, надо, сколько себе сейчас выжать, а то что-то мне чьями уже надоело, о, нет, смотрите, все нормально, ничего не улетело, все зашибись, ну, сейчас сниму, немножко, конечно, перекрутилось, но, все в ажуре, все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо, тра-та-та, на-на-на-на, моя машинка стоит уже внизу, на-на-на-на-на-на-на-на, я всегда вот так подглядываю за соседями, господи, соседей 100% есть, им вчера машинку новую стиральную привезли, устанавливали, но я их вообще не слышу, несмотря на то, что у них маленький ребенок, их вообще не слышно, тазик у меня вот, так что буду трусишки свои снимать, и белье, «Музыка» 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 вот такую воду вчера купил муж мне это морская вода специально для очищения носа нажимаешь на нее и она видите какой напор идет и все выбивает кстати очень неплохо при насморке да и вообще когда нос сушит вообще когда нос сушит мне вот такой вот посоветовала в аптеке вот такую штуку она идет с кислотой и с кислотой хосподи как она вызвала уронику и а уронику ну это кислота которая ну вы поняли я не как по-русски выговорить я ее по-спански то не могу выговорить и а уронику в общем вот это она как бы дисконхист и тоже против заложенности носа в общем не так сушит нос и смягчает как бы у меня очень сушит сохнет нос часто я помню когда в россию ездила там вообще от батареи у меня прям покрывала все нос не могла дышать ничем сейчас промою нос горло осень и такой влог получится лечимся народными средствами но просто таблетки пить от чего у меня вроде бы только нету ни температуры не кашля то есть ничего нету горло уже практически не болит так оно мне не болит только вот как-то вот тут заложены все не гайморит это ничего поэтому пить таблетки то от чего их пить то и в принципе ничего не болит но как вы могли бы заметить я все-таки на работу сегодня не пошла я решила отлежаться вот всего тем более после обеда не так много людей если был кто-то позвонил то и то приходите завтра как в это фроте бурлаков смотрели фильм приходите завтра в очень мне нравился не то что нравился нравится я цветы поливала вчера и бутылку там поставила и так она и стояла а вчера в лог монтирую лежу у меня видео бутылка скажите бутылки стоят смотрите как израстет у меня видите я вот этот уже не убираю листочек от другой убрала и все она завяла это нет растет фиалочка моя док толку от нее что-то она не цветет и это тоже не цветет нафига может быть рана может быть света ей не хватает в общем не знаю фикус тоже растет видите ему хорошо и этот смотрите сколько листьев пустил видите прям это есть и в дофига начинает весна наверное моя роза на 8 марта муж ничего не притащил но может быть еще и принесет он еще не не был домах скажем так и такой сидишь такой классный но навряд ли потому здесь не принято дарить что-то на 8 марта но если только сами мы не при не приучим я у него конечно выпрашивал выпрашивала он говорит вон стоит твоя роза но мне цветы в принципе не нужны если бы только он в горшке мне принес какой-нибудь хороший знаете такой я люблю лиственные горшки цветами но вы наверное уже заметили потому что они всегда красивые всегда зеленые и вот мне пару горшков не мешало бы какую-нибудь пальму или еще а так живые цветы но отстояли тюльпаны купила неделю стояли ухаживая за ними мой их и все равно завяли не очень я люблю зато мято смотрите вот он мне мяту подарил наверное в прошлом году смотрите шикардос какой вот это я понимаю видите какая классная мята смотрите это я понимаю подарок так подарок ой как пахнет а ее трогаешь прямо все и можно умереть часть я с ним делаю нужно прям вот так просто оттираю верхушку и все и в чай смотрите вот смотрите бутончик какой большой тоже зацветет ну надо же вот тебе и декабрист один здесь и на работе один как это так возможно один тут и на работе 1-то мне гуля давала цветочек от росточка у меня вырос тоже очень хорошо смотрите ветер утих хорошо так пахнет видите у меня и запах чувствую все чувства мят пахнет я обожаю мяту здесь мяту добавляют в суп представляете ягода сказала сестре мужу что я чай делаю чай я говорю да да чего вы ее используете город для супа я так для супа они так для чая я так для супа вот так вот представляете живем и не знаю как можно мяту ведь суп заблудились шли туда туда потом вернулись а красота какая не знаю мне мой вид нравится если бы было конечно повыше было бы красивее ну да ладно да ладно пойду я нос промывать поставлю чай с мятой с лимоном нос про мой горло про мой давай выходи мимо 5 не все игрушки разбросал собирала собирала он все их разбросал чё и играется причем только вот и вот этой фигней стусе разбросал он все валяется там валяется как в детском саду гей-богу чай утром утром чай в обед чаек вечером чаище пусты пустой пью без сахара без всего ну потому что нужно много жидкости пить поэтому пытаюсь много жидкости пить а пустой воду как-то не вкусно я опять буду желтым видео этот цвет такой желтый и дает кожу желтый цвет кожи желтый в общем но не важно тем более еще больная в общем хотела с вами поделиться очень хорошей новостью у меня вчера произошло такое очень важное событие в моей жизни и в жизни моей семьи в общем у нас появилась на свет племянница вернее у меня маленькая анечка у меня появилась брата родилась дочка назвали ее в честь нашей бабушки анечкой такая пухляшечка такие щеки похожи на моего брата то есть на меня вот и такое ощущение знаете радости прям вообще не знаю родной человечек такой прям какой-то не знаю смотрю на нее и как будто как будто что-то мое что ли часть меня все-таки какие-то странные ощущения не очень много племянник племянников но от двоюродных сестер братьев не очень много двоюродных братьев моей бабушки было 12 детей представляете то есть а у другой бабушки которая меня воспитывала нас воспитывала с братом ну и дедушка было всего двое то есть моя мама и дядя и то есть у нас очень много в родне родственников но родная племянница вот у меня первая единственная вот и как бы знаете ощущение я конечно очень люблю моих двоюродных племянников у меня есть крестник крестница вот у меня все уже есть я их тоже очень люблю но какой-то родная есть родная не знаю ну кого есть наверное не поймут ну не знаю я смотрю на нее такая такая лапочка такая холосенькая ей очень жалко что она очень далеко это бы я ее затискала правда она еще в роддоме вот но такая же щекастая такая же курносенькая как и я буду надеяться что она будет на меня похожа вот и самое интересное ну самое главное что ее зовут как мою бабушку они так захотели назвать я тоже за это очень рада моя бабушка очень ждала знаете внуков ну конечно мы ее внуки были правнуков скорее всего чем внуков но жизнь так складывалась что было не для не то что не до внуков не до детей в общем мы предполагаем а Бог располагает и в общем ну конечно уже за 30 далеко нам всем ну не всем да и брату моему и мне и вот появились дети да нет у моего брата еще есть дети вот поэтому как бы в общем бабушка не дождалась но все равно в честь нее назвали Анечку пусть такая растет здоровая красивая и умненькая ну и любит свою тетку а тетка обязательно поедет и будет ее нянчить вот потому что тетка уже сильно сильно ее любит такая малюсенькая сейчас когда смотришь на эти глазки на эти правда глазки там еще ничего не понятно но когда едет носик такой курносенький эти щеки большие как у меня толстушка такая вообще классная то хочется взять затискать и не отпускать так что вот так вот друзья поделилась с вами прекрасной новостью прям на этой неделе у нас прям один ребенок за другим обалдеть можно вот у меня здесь тоже все родственники спрашивали когда-когда уже родиться вот и сегодня я им сообщила тоже послала фотки они мне свои шлют и я им свои обмениваемся вот бы было здорово если бы они через годик хотя бы приехали бы к нам и у них были бы мои племяшки были бы друзья маленькие было бы с кем поиграть на пляже в камушке да ты так развалился так классно вообще видите у меня там набор больного планшет градусник ноутбук и игрушка чарли да это я там сейчас там валялась вот вроде бы написано что нужно много лежать и много пить жидкости я там еще себе заварила чай с мятой с лимоном с имбирем ой с чем только не заварила прополоскала сейчас рот нос уже промыла раз 15 в общем завтра посмотрим чё почем надо конечно работать завтра все таки суббота такой хороший рабочий день ну посмотрим поживем увидим ну все все новости вы уже знаете муж наверное идет чарльж ждет буду с вами прощаться до завтра завтра увидим что мы и как болею не болею в общем посмотрим всего вам самого на лучше всех с вашим прошедшим праздником кто меня не услышал кто не смотрел вчера шли влог нет не пришел папе не пришел вот и пока-пока до завтра пока-пока иди пока-пока иди скажи пока-пока иди поцелуй умбуситу иди умбуситу умбуситу да умбуситу ой-ой-ой ой-ой-ой мать